«Это же мартышкин труд! Делай уроки как положено!» — говорила с детства мама. А я не мог понять, что она имела в виду. Какая мартышка? Вам тоже интересно? Поделюсь тем, что узнал. Наша речь богата фразеологизмами. Это устойчивые сочетания слов, которые имеют свое значение. Приходят они к нам из книг, из истории, из устного народного творчества. Фразеологизм «мартышкин труд» означает бесполезную работу, которая не приносит результата. Придумал его баснописец Иван Андреевич Крылов. В своей басне «Обезьяна» он описывал, как животное перекладывает с места на место большой чурбан ради похвалы. Смысла в действиях никакого, а вот усилия затрачены впустую. В общем, вы поняли, у каждого действия должен быть смысл и, конечно, результат. Желательно отличный. А история фразеологизма «я покажу тебе, где раки зимуют» вас удивит. На Руси свежие раки считались деликатесом и были доступны только богатым помещикам, которые любили лакомиться ими даже зимой. Но раки зимой впадают в спячку, уползая под коряги или выкапывая себе норы поглубже на самом дне. Ну а вода, сами понимаете, ледяная? Попробуй поныряй. И на ловлю раков зимой отправляли провинившихся крестьян, чтобы наказать их, то есть показать, где раки зимуют. А выражение «дело в шляпе» означает успешное его завершение. Давным-давно, еще до появления интернета, почту доставляли гонцы, то есть курьеры. Пути их могли ограбить разбойники. Но гонцы не глупые ребята были. Они зашивали письмо или, как его еще тогда называли, «дело в подкладку шляпы». И фраза «дело в шляпе» означала, что письмо доставлено благополучно. Еще одно выражение «жизнь бьет ключом». И речь здесь не о гаечном ключе, а о природном источнике, который мощным напором вырывается из-под земли и фонтанирует. Как жизнь, наполненная яркими событиями. А лить бальзам на душу значит утешать человека, говорить ему приятные вещи. Это выражение пришло к нам из Библии. Ведь вовремя сказанные добрые слова, как целебный бальзам, помогают человеку выздороветь и восстановить душевное равновесие. Так что не скупитесь на хорошие слова и, конечно, поступки.